Слава Украине! Привет всем от Полонского! У Рашиста в очередные неприятности. Вот в спорте у них же нет никаких достижений. Бараны баранами. Да и отовсюду их повыкидывали. Но вот в шахматах, помните, да, они... Ну что-то из себя представляли, да, имели нескольких чемпионов мира. Вот, хотя это еще СССР имел, но тем не менее, да. Вот они считают, что шахматы у них сильные. И это у них такая гордость, да, у советских собственная гордость. Ну вот федерацию шахмат, российскую федерацию шахмат вышвырнули как вшивого кота. Я люблю котов на самом деле, не надо их вышвыривать. Но вот их вышвырнули именно из международной Федерации. Теперь грустно им как-то. Кстати, не спас даже Дворкович, да, президент Феде, которому поставили на вид, что он вообще якшался раньше с Путиным и с его шайкой. Вот, так что у него он сейчас там шатается тоже капитально. Но что еще интересно, почему на два года выкинули российскую федерацию шахмат из международной, рассказываю. Оказывается, эти бандиты имели наглость такую включить в состав российской федерации шахматистов из временно оккупированного Крыма, из оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. То есть с территории Украины. Воры, которые украли территорию, в результате чего решили украсть шахматистов, да, то есть которые к ним вообще никакого отношения не имеют. Просто охамевшие, осатаневшие воры, которые воруют просто все, что лежит, начиная от, как они любят украсть, блендер, женские трусы, женские сапоги, бэушные, все же бэушные, понятное дело, до, как говорится, шахматистов из чужой страны. Крым им, видите ли, подавай. А уж дохлого осла. Не, не, не подходит, не. Вот, ну и их взяли, вышвырнули оттуда к чертовой матери. Да, а также за связь их шахматной федерации с лицами, находящимися под международными санкциями. То есть там подвязаются разные типчики из путинской шайки, которые, соответственно, являются подсанкционными типчиками. Их, собственно говоря, вот по совокупности, так сказать, достижений просто выкинули. И теперь играть, понятное дело, они в международных турнирах не могут. Вот, представлять российские шахматы они больше не могут. Да и, собственно говоря, российские шахматы вышвырнуты из международных. Ну, с кем они теперь, кто там не входит никуда? Вот с Эритреей смогут играть, да, в шахматы нормально. Ну, с Зимбабве, наверное, тоже. Там, наверное, я так понимаю, там шахматная школа та еще. Если вдруг, значит, не пойдут, потому что ни Эритрея, ни Зимбабве, в общем-то, могут не захотеть связаться с подсанкционными вот этими типчиками и самим влететь под санкции, что еще из Фиде выкинут. Я вам скажу, всегда есть такая страна, как Вануату. Они согласятся с вами сыграть в шахматы. Ну, там есть один нюанс. Надо им сначала завести туда несколько шахматных досок и показать, как фигуры передвигать. А все остальное пойдет как по накатному. Субтитры создавал DimaTorzok